здравствуйте ваше внимание предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках и так сегодня в среду мы наблюдаем смешанную динамику на торгах в европе участники рынка по-прежнему ждут результата встречи американцев и китайцев по таможенным пошлинам которое напомню состоится на этой неделе когда точно неизвестно но то что на этой неделе уже было анонсировано ранее что касается общей картины на рынках то пока мы наблюдаем только позитивную динамику на американском рынке акции который поддерживается неплохой корпоративной отчетностью и прибылями американских компаний а также налогово-бюджетной политикой дональда трампа ну и помимо этого конечно же сильный рынок труда и наличие спроса в штатах поддерживает интерес участников рынка к акциям американских компаний на этом фоне на валютном рынке мы отмечаем несколько иную картину вчера американский доллар оказался под давлением на мой взгляд это все-таки было связано с некоторой фиксации ранее полученные прибыли на покупках американца против основных валют но сегодня мы уже наблюдаем обратную картину американский доллар пытается подрастать против основных валют поддерживаемый тем что рынки все-таки хотят увидеть результаты встречи американцев и китайцев а до этого они просто продавали доллар покупали риск на ожиданиях позитивного итога вполне вероятно сегодня мы будем наблюдать локальное укрепление курса американского доллара и довольно таки не невнятную динамику на европейском рынке акций хочу обратить ваше внимание что вчера дональд трамп снова заявил о том что вероятно могут быть повышены надо на 25 процентов пошлины на импорт европейских автомобилей в штаты это будет сильным экономическим ударом по европе вероятно трамп снова пытается запугать европейцев но каков будет результат вообще всего этого пока сказать сложно можно говорить о том что единственным таким важным событием сегодняшнего дня это остается если так можно сказать опять же ожидания итогов встречи когда она будет напомню непонятно может быть она и сейчас уже проходит между сша и китаем но и помимо этого я хочу обратить ваше внимание на публикацию сегодня важных данных и соединенных штатов и конечно же обнародование протокола последнего заседания американского центрального банка но теперь давайте перейдем к двум моим сегодняшним торговым идеям а я хочу предложить сегодня вашему вниманию две валютные пары эта пара евро доллар и австралийский доллар американский доллар пара евро доллар у нас после локального укрепления сегодня корректируется вниз но пока мы не наблюдаем существенного снижения вполне вероятно что продолжение фиксации прибыли по единой европейской валюте может предложить может продолжить вот это вот понижательное давление на пару и пара может сегодня снизиться к уровню 1.1490 после преодоления отметки 1.1560 кстати хочу обратить ваше внимание что вчера я предположил что пара может на позитиве достигнуть уровня 1.1575 она собственно достигла нашего целевого уровня следующая валютная пара австралийский доллар американский доллар здесь тоже своеобразная картина австралийская экономика очень сильно зависит от торговых связей с китайской экономикой и поэтому улучшение либо ухудшение ситуации в китае в китайской экономике оказывает довольно таки заметное влияние на австралийский экспорт на мой взгляд пара австралийский доллар американский доллар имеет потенциал падения опять же в преддверии итога встречи американцев и китайцев если пара преодолев отметку один точке прошу прощения 0.73 40 закрепиться ниже этого уровня у нее будет потенциал падения локального падения к уровню 0.72 70 ну что ж вот такая вот картина сегодня формируется на торгах днем на торгах европе мы с этой мы со своей стороны продолжаем следить за ситуация на мировых финансовых рынках а с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч